Как часто полиция не спешит расследовать дело об исчезновении подростка, полагая, что девочка или мальчик сбежал сам. И родители со слезами на глазах вынуждены заверять офицеров, что их ребенок никогда бы так не поступил. Но что если это именно тот случай, когда подросток действительно сбегал из дома и не раз, и не два? Разве ребенок заслуживает того, чтобы с ним произошло что-то страшное, только потому, что решил сбунтоваться? Неужели его не нужно искать, якобы потому, что он напросился сам? Таня Кэш родилась 14 октября 1981 года в семье Джерри и Шерри Кэш. Они жили в небольшом городке в Пенсильвании. Первые семь лет жизни Тани были очень счастливыми. Родители исполняли все прихоти своей любимой дочери, много путешествовали, проводили время вместе. Но когда Тане исполнилось семь лет, стало заметно, что у ее матери проблемы с психическим здоровьем. Начиналось все достаточно невинно, она могла рассмеяться без причины, вела себя немного иррационально. Но когда женщина начала устраивать поджоги, бросать маленькую дочь одну дома и заводить романы на стороне, Джерри не мог обращать на это внимание. Последней каплей стало нападение Шерри на дочь с ножом. Тане было 11 лет, когда отец принял решение развестись с женой. Несмотря на то, что мужчина пошел на это ради безопасности дочери, это очень сильно отразилось на ней. Девочке было трудно понять, что происходило на самом деле. Шерри временно поместили в лечебницу для душевнобольных, но когда ее выписали, она попыталась ворваться в семейный дом, куда ей было запрещено возвращаться, и преследовала семью. Поэтому отец Тани не стал испытывать судьбу и поспешил увезти дочь подальше от Шерри. Он как раз познакомился с женщиной по имени Джоанна. Джоанна с семилетним сыном жила в городке МакКиспорт, Пенсильвания, и она сказала Джерри, что будет рада, если они с дочерью переедут к ней. Джерри видел эти отношения как новый старт в жизни для него и дочери. Но Таня была не рада переезду, и на то нашлось много причин. Прежде всего, МакКиспорт находится на четвертом месте в списке самых опасных городов США, и даже гулять по городу для девочки было небезопасно. Дома было не лучше, ей казалось, что Джерри, Джоанне и ее сыну будет лучше без нее, как будто никто не хотел иметь с ней дело. Да и в школе найти от души, но не удалось. Другие девочки обижали ее, полагая, что блондинка с огромными голубыми глазами легко уведет их парней. Вскоре она ввязалась в драку в школе и ее отстранили, после чего школа и вовсе ей опостылила. Таня начала прогуливать уроки и убегать из дома. Убегая, она гуляла по городу, шла к бабушке, тете или маме, с которой, несмотря ни на что, периодически виделась. Джерри неоднократно обращался в полицию, но всякий раз дочь возвращалась домой сама. Поэтому уже к третьему ее побегу ситуация начала напоминать мальчика, который кричал «Волки». Все-таки полиции в одном из самых опасных городов Америки есть чем заняться, кроме как искать проблемного подростка, убежавшего после очередной ссоры с родными. Поэтому, когда Джерри и Джоанна проснулись 10 февраля 1996 года и не нашли в доме дочь, они решили, что она вернется через день или два, как обычно. И все же Джоанна села в машину и начала ездить по городу, пытаясь найти Таню, но ее нигде не было. Джерри думал, что дочь могла сбежать к матери, и та ее прикрывает. Однако через четыре дня беспокойство возросло, и Джерри обратился в полицию. Но, как и следовало ожидать, полиция не приступила к немедленным действиям, и Джерри и Джоанна вынуждены были искать дочь сами. Через несколько дней после исчезновения девочки, бабушка Тани нашла вероятную зацепку. Когда девочка была у нее дома в последний раз, она оставила клочок бумаги с телефонным номером на нем. Бабушка набрала этот номер, и ей ответила женщина по имени Джуди Сокол. Связь девочки с неизвестной семье взрослой женщиной, работавшей парикмахером и не имевшей отношения к школе, показалась Джерри странной, и он передал эти сведения полиции. Джуди Сокол рассказала офицерам, что ее дом был прибежищем для подростков и детей, сбегавших из дома. Она давала им крышу над головой, еду и одежду, после чего они возвращались домой или отправлялись дальше. В последний раз Джуди видела Таню в декабре 1995 года. Девочка в очередной раз сбежала, она попросила у Джуди куртку. Так как после того побега в декабре девочка вернулась домой, полицейские попрощались с женщиной и уехали. Через неделю после исчезновения Тани, Джерри и Джоанна просмотрели вещи в комнате дочери, чтобы найти какую-нибудь подсказку к тому, куда она могла отправиться. В ее комоде среди вещей они нашли записку непристойного содержания, написанную мужчиной. В ней было предложение Тани предоставить услугу интимного характера. Джерри и Джоанна сразу поняли, кто ее написал. Их сосед Кевин Чорчфилд. Незадолго до исчезновения Таня рассказала мачехе о том, что они вместе с Кевином ходили перекусить. Джоанна уточнила, были ли они с большой компанией. Но нет, они были только вдвоем. Естественно, Джоанне показалось странным и вниманием молодого мужчины к девочке-подростку. Но Таня отмахнулась от ее предостережений и сказала, что они просто обговорили время, когда Таня будет сидеть с ребенком Кевина в качестве няни. А теперь оказалось, что Кевин все же делал Тане неуместные предложения. Джерри отправился в полицию, но он сам не ожидал, что услышит от следователей. Оказывается, за несколько месяцев до исчезновения Таня вошла в участок одна и подала жалобу на Кевина по поводу его приставаний к ней. Девочке пришлось сидеть с офицерами одной, без родных и рассказывать им, как всякий раз, когда она ходила к Кевину сидеть с его ребенком, он предлагал ей интим и даже заставлял касаться его неподобающим образом. Джерри был шокирован услышанным, потому что понятие не имело визите Тани в полицию. Но его ждал еще один неожиданный поворот в деле Кевина. Кевина Чорчфилда арестовали, однако судебное слушание назначили как раз на время, когда девочка пропала. И так как по закону Тане нужно было появиться в суде, чтобы дать делу ход, но она не появилась, обвинения были сняты. Трудно было поверить в то, что эти события не связаны между собой. Кевина проверили на полиграфе, и хотя до этого он отрицал неподобающие отношения к Тане, признался в этом. Но яростно отрицал, что имеет отношение к ее исчезновению. Полиграфолог даже спросил, убил ли он Таню, но мужчина стоял на своем. Полиция получила ордер на обыск его дома, но ничего не нашла. То есть не было улик того, что он похитил или убил Таню, а в непристойном поведении обвинить его было нельзя в связи с отсутствием девочки, поэтому мужчину пришлось отпустить. Недели переходили в месяцы. Джоанна снова решила пойти в комнату падчерицы и прошерстить, ее вещи, полагая, что они могли что-то упустить. И действительно, под матрасом кровати Тани она нашла дневник. В целом, он ничем не отличался от дневника любой другой девочки-подростка. Там были ее мысли о жизни, мальчиках, родителях, но кое-что выделялось на общем фоне. В дневнике неоднократно появлялось имя Томас. Отец с мачехой понятия не имели, кем был этот Томас. Впрочем, из дневника следовало, что Томаса знала Джудит Сокол, с которой полицейские уже пообщались. Следователи задумались, не знала ли Джуди больше, чем хотела показать, и вернулись к ее дому. Тогда-то Джуди сообщила им, что слышала, будто Тане нравится охранник в ее школе. Его звали Томас Хоус, и Таня даже призналась ему в своих чувствах в записке. Полицейские решили отправиться прямо к Томасу домой. 38-летний мужчина жил с родителями и сыном и работал начальником охраны школы. Томас удивился, что девочку еще не нашли, он думал, она уже давно дома. Он рассказал, что сообщил о записке Тани руководству школы, потому что не хотел проблем и опасался, кто-то может решить, что происходит что-то неуместное. Но в целом относился к влюбленности школьницы как к чему-то невинному и не заслуживающему особенного внимания. Уже в конце разговора офицеры спросили, можно ли им войти в дом и быстро осмотреть его. Но Томас ответил, что его родители спят, и они испугаются, увидев полицию. Поэтому предложил им приехать в другой раз. Полицейские ушли и, уточнив в школе, что охранник действительно сообщил о записке девочки, решили, что он говорит правду и вычеркнули его из списка людей, которые могли что-то знать об исчезновении Тани. Интересно, что когда матери Тани, Шерри, сообщили об исчезновении дочери, женщине пришло в голову изучить счета за телефон. И она нашла номер, на который дочь звонила в последний раз, когда была у нее дома. Шерри набрала его, и ей ответил мужчина по имени Томас Хоус. Шерри спросила его, не знает ли он, где ее дочь, на что он ответил, что вообще не понимает, о чем она. Женщина все равно сообщила об этом полиции, но от нее отмахнулись, потому что после разговора с Томасом были уверены, что он не имеет отношения к исчезновению. Целых два года расследование не двигалось с места. Прямо на глазах Джерри, о деле его дочери забывали, и он никак не мог это изменить. Но в июле 1998 года на местном кладбище было найдено тело девочки-подростка. Многие были уверены, что это Таня, но ее опознали как 14-летнюю Кимберли Крим. Патологоанатом заключил, что над ней надругались, но причину гибели установить уже было невозможно. Полиция занялась расследованием убийства и обнаружила, что три года назад в городе была убита еще одна девочка – Анна-Мари Калахен. Тело 16-летней Анны-Мари нашли в реке с проводом вокруг шеи и скотчем на запястьях. Анна-Мари, Кимберли и Таня были девочками-подростками примерно одного возраста, симпатичными и, как их описывали, проблемными. А еще все три девочки посещали одну и ту же школу. Это заставило следователей предположить, что Таню тоже убили, но ее тело еще не нашли. А еще они опасались, что на свободе разгуливает серийный убийца. Как бы ужасно это ни звучало, но появление тела Кимберли стало катализатором необходимым полиции, чтобы вновь вернуться к расследованию исчезновения Тани спустя почти два с половиной года. Они связались с Центром пропавших и эксплуатируемых детей. После чего фото Тани появилось на 400 миллионах пакетов с молоком, но подвижек не было. Дела всех трех девочек оставались нераскрытыми. И так продолжалось годами, целых 10 лет с момента исчезновения Тани. Как вдруг произошел неожиданный прорыв в деле. 21 марта 2006 года в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что Таня Кэш находится в доме Томаса Хоуза, школьного охранника. Полицейские не могли понять, верить ли им позвонившему, потому что они много лет назад вычеркнули Томаса из списка подозреваемых. И все же расселись по машинам и направились к дому мужчины. После стука в дверь они услышали, как Томас воскликнул «О черт, это полиция!». Но дверь уже успели открыть. Офицеры узнали девушку, открывшую дверь, но уточнили, зовут ли ее Таня Кэш. И она ответила «Да». Затем девушка повернулась к Томасу и сказала «Все кончено». Неужели все это время Таня спокойно жила с Томасом и просто не хотела сообщить родителям, что с ней все в порядке? Нет, все было совсем не так. Таня познакомилась с Томасом в школе, где 14-летняя девочка училась, а 38-летний мужчина работал охранником. Он обратился к ней в коридоре школы, заметив, что она здесь новенькая. Другие девочки считали охранника злым и противным, но с ней он был очень дружелюбным. Томас поинтересовался ее непростой жизнью дома, и когда она удивилась и спросила, откуда ему это известно, ответил, что это его работа. На самом же деле он убедил школьного психолога показать ему конфиденциальные документы девочки. Томас выбрал время, когда Таня была максимально уязвима. Ей пришлось не сладко в новом городе, в новой школе, ее жизнь круто изменилась после развода родителей, и она отчаянно стремилась вписаться в новое окружение. Ей казалось, Томас был тем человеком, который проявил к ней искреннее участие. Он давал Тане внимание, которого ей так не хватало дома. Он был веселым, постоянно шутил и относился к ней по-доброму. Как-то раз он застал ее, когда она прогуляла урок. Она испугалась, что он сообщит об этом, но он сказал, что не станет этого делать. И это был первый раз, когда он наклонился и поцеловал ее прямо в коридоре школы. Коридор в это время, вероятно, был пуст. Но настоящий ужас этой истории заключается в том, что все в школе знали о неподобающих отношениях между охранником и школьницей. Просто директор не хотела или не знала, как решить эту проблему. Хотя сам Томас сообщил ей о записке девочки с романтическим содержанием. Директор попыталась перевести класс девочки в другое крыло школы, но это ничего не дало. Школа полностью подвела Таню. Психолог обсуждала с Томасом ситуацию, которая сложилась в семье девочки, хотя не должна была этого делать. Но хуже всего повел себя лейтенант полиции, в чьи обязанности входило следить за порядком в школе и который имел дело с проблемными детьми. Охранник сообщил ему, что Таня проблемный подросток, часто обманывает и делает ложные обвинения. А еще она увлекалась мужчинами постарше, но лейтенант полиции даже не попытался что-то предпринять по этому поводу. Тем временем, заручившись доверием школы и даже офицера полиции, Томас начал действовать активнее. В очередной раз, когда девочка пожаловалась на то, что несчастна с отцом и мачехой, а в доме матери для нее нет места, Томас предложил ей сбежать и поселиться с ним. Мужчина обещал ей, что у них будет чудесная жизнь и он позаботится о ней намного лучше, чем ее родители. Учитывая, что девочке было всего 14 лет и она слышала эти слова от взрослого человека, единственного проявившего к ней участие, она поверила ему. В январе 1996 года Томас начал разрабатывать план побега для Тани. Рано утром 10 февраля она должна была убежать из дома и отправиться к Джудит. Томас считал, что остаться у Джудит прекрасная идея, потому что никто не станет искать у нее Таню и она будет последним человеком, которого свяжут с ее исчезновением. Как только Таня появилась в доме Джудит, та подстригла и покрасила волосы девочки. Целый месяц все шло отлично. Таня жила у Джудит, а Томас навещал их. Томас Хоуз и Джудит Сокол были с ней милые и добры, заботились о ней и ей казалось, что так будет всегда. Но она еще не до конца поняла, что происходит. Через месяц Томас очень сильно напоил Таню. И это был первый раз, когда он надругался над ней, лишив девственности. Примерно в то же время Джудит заявила Томасу, что Таня больше не может оставаться у нее и ей пора бы уйти. Поэтому, уличив момент, когда его родителей не было дома, Томас привел девочку к себе домой. Вместе с Томасом Таня поднялась в его спальню на втором этаже. И именно там, в крошечной комнатке, она жила все эти годы. Первые несколько лет ей вообще не разрешалось покидать спальню, чтобы родители мужчины не узнали, что в доме живет кто-то еще. Даже, чтобы воспользоваться уборной. Томас поставил ведро, чтобы девочка использовала его с этой целью. И с помощью того же самого ведра она чистила зубы поздно вечером и рано утром. В лучшем случае, дважды в неделю ей позволялось принять душ в подвале после того, как родители Томаса шли спать. Томас кормил свою пленницу сэндвичами с арахисовым маслом и джемом и бананами. А носила она одежду Томаса или его сына. Таня выучила все скрипучие половицы спальни, чтобы не наступать на них, когда его родители были дома. Она держала комнату закрытой изнутри. Поднимаясь по лестнице, Томас кашлял, и это был сигнал Тани открыть дверь. Таня признается, что чувствовала себя собакой, ждущей, когда хозяин вернется домой. Конечно же, насилие над ней было постоянным, перед тем, как мужчина уходил на работу, после и перед сном. Но ведь дверь запиралась изнутри. Почему же она не сбежала? Томас виртуозно запудрил ей мозги. Этот номер не сработал бы с девочкой, которая считала, что живет в любящей семье. Но Таня верила, что дома ей не рады. И Томас играл на этих струнах, постоянно напоминая, что родители ее не ищут. Никому она не нужна, и ей лучше остаться с ним. Бедняжка не могла знать, что в первые месяцы после исчезновения дочери Джерри провел множество часов, разъезжая на машине по городу, пытаясь найти Таню. И он множество раз проезжал мимо дома Томаса, потому что они жили всего лишь в паре километров друг от друга. И когда Джерри гадал, где может быть его дочь эти 10 лет, последнее, что он мог предположить, это то, что она в 10 минутах езды дальше по дороге. Но через два года Таня твердо решила, что с нее хватит. Ее здоровье начало ухудшаться, и она решила уйти от Томаса. Ведь, казалось бы, он ее не держал. Но не тут-то было, со стороны ее мучителя посыпались угрозы. Он твердил ей, что убьет ее, задушит во сне, вынесет из дома и выбросит тело в реку. Он также угрожал расправой ее семье. А еще Томас начал рассказывать ей о двух других девушках, которые были убиты, намекая, что он их убил. Невероятно, но вскоре Томас сам начал позволять Тане выходить не только из комнаты, но и дома. Первый раз, когда Томас разрешил Тане выйти из дома, он отправил ее в магазин. Мужчина вручил ей 120 долларов и список вещей, которые ей нужно было купить. Девушка признается, что была в ужасе, когда ей предстояло пойти в магазин, потому что Томас давил на нее, объясняя, как нужно себя вести. Смотреть вниз, ни с кем не говорить, и когда она вернулась, он уже ее ждал, чтобы потихоньку провести назад в спальню. С течением времени Томас давал своей жертве все больше свободы. Но когда она выходила из дома, должна была представляться другим именем, которое он ей дал – некий Дайен Аллен. При этом она продолжала жить в том же городе, где жила до исчезновения. Дом ее отца находился всего в 10-15 минутах езды от Томаса. Но так как прошло уже столько лет, и она изменилась внешне, стала старше, люди так активно не искали ее. Не пытались увидеть в ней то же лицо, что они когда-то видели на всех пакетах с молоком, которые покупали. В 2005 году здоровье отца Томаса стало ухудшаться, и Томас заявил семье, что встречается с девушкой по имени Ники, которая переедет к ним и будет помогать ухаживать за домом и больным. После чего следующие 10 месяцев она смогла открыто ходить по всему дому. А еще Таня часто ходила в магазин, находившийся ниже по улице. Как постоянная покупательница, она познакомилась с владельцем Джо Сперрика и его женой и дочерью. В них она видела идеальную семью, о которой всегда мечтала, и стремилась проводить с ними как можно больше времени. В какой-то момент Джо предложил Тане, которую он знал как Ники, работу. Ники рассказывала Джо о себе, о том, что живет 45-летним мужчиной. Джо это показалось странным, и его смущала даже не 22-летняя разница в возрасте, а то, как она говорила о бойфренде. Джо чувствовал, что что-то не так и пытался осторожно узнать у Тани о ее жизни. Но девушка отметала его сомнения, заверяя, что все в порядке. Однако, все больше анализируя свою жизнь и жизнь нормальной любящей семьи в лице Джо, его жены и дочери, Таня понимала, насколько несчастна. И это вылилось в то, что 20 марта 2006 года, когда они с Джо были в магазине вдвоем и о чем-то болтали, Таня внезапно расплакалась. Джо, конечно же, спросил Ники, что случилось. Тогда девушка посмотрела на него и сказала, «Меня зовут не Ники Аллен, а Таня Кэш». Она рассказала Джо обо всем, что с ней произошло за эти 10 лет, о постоянном насилии и том, что ее долгое время держали в одной крошечной комнатке. Джо пообещал помочь девушке. Он сказал ей после работы идти домой и вести себя как обычно, чтобы не спугнуть Томаса. А сам вечером позвонил в полицию и сообщил, что Таню Кэш в своем доме удерживает Томас Хоус. Когда Таня подтвердила офицеру полиции, что она действительно Таня, ее немедленно вывели из дома и отвезли в участок. Томаса арестовали, а Джири сообщили, что его дочь найдена живой. Сначала он не поверил своим ушам и решил, что это розыгрыш. Но это была не шутка. Когда он примчался в участок, Таня действительно была там. Воссоединение с дочерью он описывает как один из наиболее диких, сумасшедших, но радостных моментов жизни. Потому что хотя Джири не терял надежду, он понимал, что шанс найти дочь живой спустя 10 лет был почти нулевым. Отец отвез дочь домой, а на следующий день она вернулась в участок, чтобы дать показания. Тем временем полиция обыскала дом Томаса и нашла ежедневник, в котором он вел записи всех случаев насилия над своей жертвой, со всеми ужасными подробностями. У него даже были цветные пометки для разных интимных причуд. Ежедневник он вел не просто так, а чтобы потом похвастаться перед друзьями и коллегами. Также полиция выяснила, что он соврал при приеме на работу. И школа даже не провела все необходимые проверки, подпустив его к детям, которых он должен был оберегать, но на самом деле присматривал себе жертву. Через три года после исчезновения от Ани, школьники отметили его заслуги и подарили памятную табличку, на которой была написана, какой он чудесный охранник. Если бы они только знали. Мужчине предъявили ряд обвинений, связанных с насилием и тем, что он подвергал жизнь девочке опасности. Однако его не обвинили в похищении, потому что Таня по своей воле пришла к нему домой. В 2007 году Томас признал вину в насилии. На суде он заявил, что только Богу известно, насколько ему стыдно. Но Тане повезло, и она должна сказать ему спасибо, потому что без него она была бы уже мертва. В ответ на что, судья сказал, что он слишком высокого мнения о себе. Мужчину приговорили к 15 годам заключения. 58-летнюю Джуди Сокол приговорили к тюремному заключению сроком от 6 до 23 месяцев. Томаса не обвинили в похищении ребенка, преступлении, которое карается очень строго в США. Также ему не были предъявлены обвинения в связи с делами Кимберли и Анны Мари. Хотя пока он ждал суда, доносчик из тюрьмы заявил, что Томас признался в убийстве Кимберли. Интересно и то, что Таня прекрасно помнит день, когда было найдено тело Кимберли. Таня расстроилась, она знала Кимберли по школе, и ее смутила реакция Томаса, холодная и отстраненная. Он стоял, скрестив руки, и просто сказал что-то вроде «Ты же знала, что к тому все и шло». Есть еще одна пугающая деталь, которая может быть просто совпадением, но, возможно, и нет. Место на кладбище, где было найдено тело Кимберли, можно увидеть прямо из спальни Томаса. Однако по сей день он не был официально связан с этими девочками, и Таня сокрушается, что не может точно сказать, виновен он в их убийстве или нет, потому что ей до сих пор не до конца известно, на что он способен. К сожалению, после того, как Таня была спасена, на нее обрушился шквал критики со стороны людей, которые не могли понять, почему она просто не ушла. И в числе обвинителей оказались Джерри с Джоанной. Хотя отец признавал, что Томас мог иметь психологическое влияние на Таню, почему она не могла просто уйти. Ведь спальня Томаса была заперта изнутри, и ее часто оставляли дома одну. Кроме того, она сама сбежала из родительского дома, ведь ее не унесли из спальни и не приставили к ее голове оружие во время похищения. Поэтому Джерри и Джоанна, по сути, заявили ей, что она сама выбрала такую участь. Отец также хотел услышать историю Томаса, потому что, по его словам, есть три стороны истории – Тани, Томаса и правда. В отличие от отца девушки, полиция считает это классическим стокгольмским синдромом, то есть связью, которая развивается между жертвой и ее похитителем. Жертвы искренне верят, что зависят от похитителя, что он им нужен. Таня сама признавалась, что ее тянуло к ее мучителю как к магниту, и каждый раз, уходя, чувствовала, что ей обязательно следует к нему вернуться. Тем более, будь все так однобока, как представлял себе Джерри, у его дочери не появилось бы большое число проблем со здоровьем из-за того, что с ней сделал насильник. Ей провели операцию по удалению матки. В течение года она была подсоединена к колоприемнику и страдает от артрита, так как она не могла развиваться, как нормальная молодая девушка, будучи заточенной в крошечной комнатке. Поэтому насилие, которому ее подвергал Томас, будет напоминать о себе до конца ее жизни. Вряд ли можно утверждать, что она выбрала бы такую жизнь, зная на что ее ждет. Таня подала в суд на город и школьный округ, потому что ни полиция, ни школа ничего не предприняли по поводу отношений, которые появились между охранником и ученицей. Она также подала иски против Томаса и его родителей, но все они не имели успеха, потому что прошло слишком много времени. Зато, когда вышла написанная ее автобиография, на нее саму подали в суд, включая Джерри, Джоанну и психолога Тани, которым не понравилось, как они изображены в книге. Однако, благодаря книге стало ясно, что девочку подвели не только родители, школа и полиция, но даже организация по защите детей. 5 января 1996 года, за месяц до побега, они с мачехой подрались, Джоанна швырнула в девочку пепельницу. Соседи семьи вызвали службу защиты детей. Те поговорили с родителями девочки, со школьным психологом, той самой, которая показала Томасу Хоузу конфиденциальные данные девочки, лейтенантом полиции, привязанным к школе Тани. Лейтенант сказал службе по защите детей, что Таня проблемный ребенок, она всегда врет и обвиняет кого-то во всех грехах. Лейтенант даже пришел к девочке домой и пригрозил, что ее закроют в специализированном учреждении, если она продолжит. А служба защиты детей приостановила вмешательство в дело Тани. Стоит ли удивляться, что после всего этого она поверила, что единственный человек, заботившийся о ней, это монстр, манипулировавший ею. Томасу не удалось выйти досрочно, но в феврале 2022 года, отсидев 15 лет, он вышел на свободу и въехал обратно в тот же дом, где держал Таню. Таня живет в 15 минутах езды от его дома и до сих пор боится как-нибудь столкнуться с ним, например, на улице или в магазине. Ей было сложно начать снова строить свою жизнь после такой травмы. Она страдала от кошмаров и все давалось ей с трудом. Но Таня не только выжила, но и нашла в себе силы двигаться дальше. Она получила образование и вышла замуж. Из-за всего того, чему ее подверг Томас, в нее не может быть своих биологических детей, но она воспитывает сына и дочь мужа. Таня хочет, чтобы люди знали, что даже после такой ужасной травмы есть надежда. Подростки, которые убегают, наслушавшись речей взрослых и опытных хищников, все равно жертвой, и их нельзя винить в том, что с ними произошло. Субтитры создавал DimaTorzok